Музыка Первый за долгое время в очном формате форум управдом прошел в администрации Одинцовского округа. Его участниками стали старшие домов, сотрудники управляющих компаний, работники сферы ЖКХ, представители власти и муниципальные депутаты Единороссы. Жители могут напрямую сразу задать вопрос, получить какой-то ответ. Понятно, что здесь и управляющие компании разбираются, могут даже разбираться какие-то конфликтные ситуации. Ну а то, что в жилищном законодательстве постоянно появляются какие-то новшества, вот как бы это до жителей довозит. Один из вопросов повестки форума – технический осмотр газового оборудования. Договор на обслуживание должны заключать не только собственники квартир, но и домов. При этом важно не только подписать документ, но и предоставить специалистам возможность проверить работоспособность оборудования. Здесь старшие по домам у нас присутствуют. И когда у вас на доме проводится отход газовой службы, вы, жители, об этом, пожалуйста, информируйте всеми доступными вам способами для того, чтобы обеспечить максимальное попадание в квартиры. Потому что это безопасность не только хозяина квартиры, но и соседних квартир тоже. Старшие по домам объясняют – собственники опасаются злоумышленников, которые под видом сотрудников газовой службы проникают в помещение. Здесь только одна защита. Это первое – спрашивают удостоверение. Второе – ну, на самом деле, если говорить про конкретные юниконы, то они молодцы, что дают смс-ку, сообщают. А так, управляющую компанию они должны дать информацию об обходе. И обязательно компания должна работать в мобильном приложении. То есть у них должен быть смартфон. В этом смартфоне приложение. Между тем, за недопуск специалистов газовой службы в квартиру собственнику может грозить штраф. Газовики предпринимают две попытки проверить оборудование. Если обе оказываются безуспешными, составляется акт и направляется в госжилинспекцию. Затем действовать начинает управляющая компания. В том случае, если и ей не удается договориться с владельцем недвижимости, выписывается штраф. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Эдинцова».